Великой Октябрьской социалистической революции Великой Октябрьской социалистической революции Великой Октябрьской социалистической революции Октябрьская революция свершилась и Южные Осетины остались в составе Грузии Которая не захотела входить в состав страны Советов Грузинские помещики сильнее прежнего начали угнетать осетинских крестьян Дабы подчинить Осетин, традиционно преступное грузинское правительство Посылало войска в осетинские села Осетины на юге хотели объединиться с северянами В борьбе за советскую власть они готовы были идти до конца Коммунизм все-таки пришел в Грузию В одном сюжете не представляется возможным углубиться в историю И рассмотреть поэтапно все последующие события Как позитивные, так и негативные Но все-таки страницы истории сохранили горький привкус Омраченные репрессиями, учиненными по надуманным причинам Против лучших представителей нации Притеснением всеми возможными способами осетинского народа Конечно, не все так просто Почему сейчас возникла необходимость выяснения того Каким же образом Октябрьская революция повлияла на судьбы осетинского народа Как любое великое историческое событие Революция спустя век требует реальной трезвой оценки В отношении Южной Осетии итоги Великой Русской революции Не так однозначны и очевидно положительны, как хотелось бы верить Но предугадывать исход событий вековой давности при другом раскладе Если бы революция не взяла верх и Россия обошлась бы без грандиозных перипетий Тоже дело не очень благодарной Мы имеем свершившийся факт Нужно сказать, что Октябрьская революция сделала намного больше Чем то, что случилось негативно в этот период Надо отметить, что любая революция Будь то французская, испанская, американская, итальянская, даже китайская Они всегда сопровождались ломкой старых порядков, старой системы Кровавыми жертвами, революция часто пожирала своих детей В 1937 году это показал, когда большая часть нашей интеллигенции Как царской, потом же советской Тем не менее, мы должны сказать, что В общем, Великая Октябрьская социалистическая революция Была положительным моментом И для Южных Осетин, и Осетин вообще Она открыла дорогу к образованию К обретению своего политического статуса В рамках Южной Осетии, Юго-Остинской автономной области В Северной Осетии, Северо-Остинской автономной республики А что было бы в жанре альтернативной истории? Если бы все-таки революция не победила И мы бы тогда развивались вот таким порядком Как это было в Российской империи Очень трудно это сказать Но на сегодня мы вот имеем то, что имеем Как говорят в таких случаях То есть, итоговый такой вывод, можно сказать, резюмирующий Можно сделать такой Что, конечно, мы очень много потеряли В ходе этой Российской революции По ее итогам мы немало и приобрели И поэтому 100 лет все-таки маловато Вот в этом я тоже согласен с теми учеными Которые считают, что еще должно пройти время Еще должно 2-3 поколения вырасти новых Которые бы были как-то психологически, эмоционально Да просто даже по фамильной своей родословии Свободны от того накала, который породило революционное движение Это приблизительно так же и с французской революцией Только сейчас, спустя уже более 200 лет Начались относительно трезвые оценки этого события Вот я считаю, что нам тоже нужно провести Очень глубокие научные, в первую очередь Именно научные исследования Для того, чтобы постараться правильно Непредвзято, неидеологизированно Свободно от вот этих пристрастий Ответить на этот вопрос Что же это было для нас Великой Российской революции Перелистывая историю страницы произведений классиков Мы видим, с какой жестокостью власть имущих Сталкивался народ Южной Осетии Беззащитный народ во время Российской империи Сильный мир осевок, коими считались Грузинские священнослужители, помещики, князья Пытались всеми возможными способами Испить осетинской крови Чего стоит упоминание у классика осетинской литературы Сека Гадеева о совершенно немыслимом событии Когда рагвинский князь Нукзара Истафи велел кормящей матери Казмедев скормить своего борзого щенка Жестоко убив при этом его родного сына Зная о последующих зверствах грузин Не сложно, наверное, предположить Что Гадеев здесь не злоупотреблял художественным вымыслом А изложил правду Горькую, возмутившую его до глубины души Тогда было так, но стало ли легче После краха Российской империи Ведь в руководстве страны развитого социализма В широком спектре было представлено Грузинское лобби Ненавидящие всей душой осетинский народ Его жестокой продукцией являются Извят Гамсахурдия и Эдуард Шеварназе Имеются в виду наиболее яркие персонажи Которым представилась возможность Пролить столько невинной осетинской крови Что в очаге вселенского отмщения Им наверняка предоставлены лучшие места Но сегодня речь не об этом Как считает Владимир Путин Итоги революции не столь однозначны По его словам, сегодня, обращаясь к урокам Столетней давности к русской революции 1917 года Мы видим, как тесно приобретены негативные И, надо признать, позитивные последствия тех событий В прошлом были такие моменты Когда вслед за успешным технологическим Индустриальным рывком Следовали драматические потрясения И революционные срывы Потому что не были вовремя разрешены Накопившиеся социальные противоречия Преодолены явные общественные анахронизмы Зададимся вопросом Разве нельзя было развиваться Не через революцию, а по эволюционному пути Не ценой разрушения государственности Беспощадного слома миллионов человеческих судеб А путем постепенного Последовательного движения вперед Говорит Владимир Путин Так если для России Последствия Октябрьской революции Не столь однозначны Должны ли мы, Южные Осетины Слепо следовать заученным Дадыр-шаблонам? Должна произойти смена Еще хотя бы трех поколений Чтобы мы смогли адекватно Непредвзято оценить итог революции В судьбе осетинского народа Считает политолог Кустадзугаев Ведь и негативные последствия тех событий Точно так же, как и позитивные Сильно отразились на судьбах осетинского народа И нам еще предстоит долгое выяснение того Чего же с нами случилось больше Хорошего или плохого И в отношении Южной Осетии Можно сказать Революция оказала двоякие последствия С одной стороны Была свергнута Власть олигархии Снастных людей Помещиков, князей Царской администрации Осталось не в дел Интеллигенция того периода Царское офицерство Которое представляло Большой слой интеллигенции Также Представители интеллигенции Выходцы из знатных родов В том числе, например Махарбек Дуганов Насколько вы знаете Он тоже был выходцем из знатной фамилии В 37-38 годах Большая часть этой старой Царской интеллигенции Была уничтожена Был разрушен Прежний вклад Социалистический строй Который стал последствием Октябрьской революции Фактически нивелировал Многие национальные моменты В жизни нашего народа Это то, что было отрицательно Но как каждое событие Оно имеет две стороны Светлую, темную С другой стороны Социализм, который стал Основой Нового строя Он привел к возникновению Новой интеллигенции Которая вышла уже из недр Простого народа Благодаря Новым свершениям Доступ к образованию Получили выходцы Из сельской глубинки Неспроста Появилась такая поговорка Что гении рождаются в деревне А умирают в городе Все наши известные люди Которые достигли возраста Например Юношеского возраста И уже могли поступать В высшую учебную заведение Стали известными людьми Впоследствии Все были выходцы Из простых людей В частности И Кабараев Суслам Первый профессор Кабараев Николай Ясунович Чиберов Людвиг Алексеевич И масса-масса Других имен Это только по Южной Осетии Не меньше было их И в Северной Осетии Это то, что было положительно Из положительного Также мы должны отметить Что именно благодаря Революции Которая привела К глубинным изменениям В социальных отношениях Южная Осетия получила статус Автономной области До этого Южная Осетия Была представлена Осетинским участком Горийской губернии Вернее Горийского уезда Тифлийской губернии Понятно, что Никакого статуса Официального У нас не было И только благодаря Социалистическим свершениям Южно-Осетии Получили статус И автономии И территориальную единицу Которая имела Четко очерченные границы И мы знаем Что на основе Вот этой автономной области Мы сегодня Имеем границы Республики Южно-Осетия Что надо В первую очередь сказать Конечно Это была Прежде всего Революция Русского народа Вот эти Десятки миллионов Крестьян Одетых в войну Форму Вооруженных И прошедших Через Первую Мировую войну Вот они Ее Собственно говоря Народной Своей массой И совершили В руководстве Было конечно Немало людей И не русских Тоже И народы Другие народы Российской империи Тоже конечно Приняли В этой революции Большое Я бы даже сказал Максимальное Участие Это касается И нас Осетин тоже Вот теперь Вопрос о том Насколько Это Колоссальное событие Повлияло на судьбу Осетинского народа Конечно Повлияло Очень сильно Я бы сказал Судьбоносно В первую очередь Заключается Это в том Что мы И на севере И на юге Осетии Оказались Вовлеченными В очень тяжелые И кровопролитные Вооруженные Столкновения Для нас Здесь на юге Как известно Это стало Столкновение С грузинским Государством Которое По сути дела Впервые Тогда и Образовалось В этом отношении Конечно Грузины Получили От Российской Революции Гораздо Больше Чем мы Осетины И не случайно У нас Шутки Так вот Полушутя Полусерьезно Говорили Что Аврора Одуна Фехста Действительно Грузины Приобрели В ходе Вот этой Социальной Петурбации Приобрели Очень много Это Собственное Государство В первую очередь Это Очень большие Преференции Которые Они всегда Получали От Московского Центра Почему Да потому Что Грузинское Представительство В высших Органах Коммунистической Власти Было Очень большое Начиная С самого Йосифа Виссарионовича Сталина Более известного Под этим Псердонимом Да Но мы-то знаем Что Джугашвили Он был Что Касается Нас Осетин То Нам Пришлось Выдержать Несколько Вооруженных Столкновений С Государством Которое Пыталось Здесь Установить Свою Власть Это Было И В Восемнадцатом Году Это Было И В Девятнадцатом Году То Есть Подряд Восстание И Наконец Это Было Кровопролитнейшее Столкновение 1920 Года Которое Осталось В народной Памяти Просто Как Геноцид Тогда Еще Такого Слова Не было Оно Появилось Только В ходе Второй Мировой Войны Но Сегодня Мы Его Вполне Юридически Как Геноцид Нашего Народа По Разным Оценкам Только Прямых Погибших Прямых Жертв Этого Столкновения Было От Пяти До Пятнадцати Тысяч И Очень Возможно Что Дальнейшие Исследования Еще Покажут Истинную Размер Этой Трагедии Плюс Десятки Тысяч Погибших Во Время Бегства На Север От Голода От Эпидемических Болезней От Участия В боевых Действиях Там На Северном Кавказе В этом Отношении Конечно Мы Очень Многое Потеряли От Этих Революционных Событий Но Если Взять Более Такие Последующие Последствия Этой Революции То Надо Признать И То Что Все Таки Южная Осетия Получила Статус Автономной Области Хотя Первоначально Он был Республиканский Статус Но Вот Именно Грузинским Политикам В составе Московского Руководства Как Сейчас Понятно Говорить Лобби Политическое Лобби Им удалось Понизить Статус Южной Осетии От Республики До Автономной Области Тем Не Менее В составе Даже Вот В этом Статусе Нам Удалось На протяжении Значит Советской Власти Добиться Довольно Больших Социально Экономических Успехов Во вторник В день Столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции Вне имени Захара Ванеева Была Проведена Конференция Коммунистической Партии Государства Алания Делегаты Обсудили Причины Итоги Революции Отразившиеся В том числе На судьбах Южных Осетин На торжественном Заседании Было Отмечено Что Итог революции Уже Положительно Ценила Самая История И 7 ноября На протяжении Всей Советской Эпохи Жители Казалось бы Нерушимого Союза Отмечали Масштабными Демонстрациями Разевались Красные Флаги Молодому Поколению Не слишком Вникающему Сегодня В историю Дата 7 ноября Отмеченная В календаре Красным Светом Мало О чем Говорит Но для Всех Кто жил Вырос В Советском Союзе Это день Особенный Потому что Они так и Воспитаны С молоком Матери Впитав Уважение К этому Историческому Дню Важно Знать Что Февральская Революция 17 года Стала Именно Тем Спусковым Механизмом Который Разрушила Прежнюю Систему Власти Но пока Историки Политологи Спорят О значении Этой Революции В Южной Осетии По всей Стране По России Прошли Торжественные Мероприятия Приуроченные К столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции Для коммунистов Юбилей Октябрьской Революции Это главное Событие Года Первый Секретарь Регионального Отделения Коммунистической Партии Удивляется Что Многие Молодые Члены Партии Только Недавно Ступившие В ряды Коммунистов Лучше Осведомлены Об Исторических Событиях И это Их Осознанное Решение Типостези Коммунизма Ностальгия Это Однозначно Ностальгия Но у нас Очень много Молодежи Они сами К нам приходят Вступают В партию И Как ни странно Они знают Больше нас Кто заинтересован Празднование Великой Октябрьской Революции В республике Прошло скромно Состоялось Торжественное Заседание Коммунистической Партии Южной Осетии В научно-исследовательском Институте На торжественном Собрании Присутствовали Председатели И актив партии В числе Почетных гостей Глава государства Анатолий Бибил Председатель правительства Эрик Пухаев Политические И общественные деятели Заведующий Кафедрой Всеобщей истории ЮГУ Член бюро Центрального комитета Компартии Гиви Катыккоев Сделал Небольшой Экскурс В историю Он отметил Что советская власть Создала все условия Для возрождения И развития Южной Осетии В царские годы В стране Были кустарные Предприятия Но после прихода Советской власти Появились Десятки Спасла Россию От угнетения Краха И неизвестности Что же дала Октябрьская революция Попытаться Их пересчитать Первое Сразу Восьмичцевой Рабочий день Платные Выходные И праздничные Дни Декретные Отпуска Для матерей Уравнение Женщин И мужчин С чего Добылись Другие государства Даже Высота Развития Намного Позднее Президент Отметил В своем выступлении Что многие Сегодня Пытаются Переписать Историю Но несмотря На старания Злопыхателей 7 ноября Это великая Значимая Дата В истории И так Оно будет Всегда Все Кто жили Во время Советского Союза Любят Свою Родину И остаются Ей верными Несмотря Ни на что Нас Советский Союз Воспитал Реалистами Нас Советский Союз Воспитал Целеустремленными Конечно Те достижения Которые Были В Советском Союзе Они Исторически Абсолютно Важны Эти Достижения Они Всегда Останутся В истории Советского Народа Нам Сегодня Двигаться Дальше То что Случилось Развалили Советский Союз Еще раз Повторяю Это трагедия Для всего Народа Заведующий отделением новой и новейшей истории Мураджиоев отметил Что большим достижением Революции Было то Что малые народы Смогли территориально Самоопределиться В Советский год Житель большой страны Мог получить бесплатно Не только образование Но и медицинскую помощь Для Этеры Джанаевой Юбилей революции Особенный праздник 60 лет назад Она будучи ученицей Выпускного класса Влилась в ряды Комнистической партии Она с теплотой вспоминает Как в Советские годы Молодежь воспитанная На партийной идеологии Не смогла сойти С правильного пути Много выдающих людей Вышли из рядов партии Она призывает молодежь К возрождению Комнистической партии Я обращаюсь к молодым коммунистам Давайте поднимем нашу Это самая-самая старая партия Нет не такой Сейчас модные партии Какие-то появились Это не то Это самое прочное Это скала В завершении торжественного заседания Приятно неожиданностью Для собравшихся Стал выход Юных пионеров Воспитанников Пятой школы Именно эта школа Сохранила и пронесла Сквозь время Все, что связано С пионерской организацией Ирина Битти Вальдина Чихоева Программа неделя Их работа и опасный труд Но тем более Не оценим труд Военных разведчиков В обеспечении Национальной безопасности Именно их решительные И продуманные действия Предоставленная им информация Работает на защиту Интересов государства В Алане В самые сложные Для нашей республики годы При Министерстве обороны Было создано Специальное подразделение Военной разведки В этом году Разведчики отметили 25-летний юбилей Со дня основания службы В сюжете Мои коллеги Лены Газаевой О ветеранах СВР На плечи которых Легла Крайне тяжелая Ножа ответственности В сложный отрезок Истории Южной Осетии Свой профессиональный праздник Ежегодно 5 ноября Отмечают разведчики Первое разведывательное Подразделение В Южной Осетии Появилось В 1992 году Решающая роль В создании Войсковой разведки Вооруженных сил Южной Осетии Принадлежит Легендарному Алану Джуоеву Под его личным контролем Создавалась Разведывательная рота Миротворческого батальона В ее состав Вошли наиболее Подготовленные воины Отлично владеющие Всеми видами оружия Обладающие Высокой физической Выносливостью Но самое главное Войны разведчики Были сильны Войсковым братством И несгибаемой Силой духа В свой профессиональный праздник Ветераны военной разведки Южной Осетии Вспомнили Своих боевых товарищей Которых уже нет И те годы Которые бок о бок Служили во благо Родины Я взял вешага Нарстенбел Кота Диует Толан Горы Тазил Ди Дарья Даглэп Протаж Ди Арстенбел Кота Батальон Джа Сараста Батальон Та Лавзарс Туй Мэджи Сарастой Звод Разведки Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. У разведывательного подразделения, которое очень быстро стало мобилизующим стержем всего Остинского миротворческого батальона, не было невыполнимых задач. Любой боевой приказ выполнялся безукоризненно и в срок. Личным составом были проведены разведывательно-поисковые действия и специальные операции практически на всей территории Республики Южная Осетия. Их прерогативой стало противодействие противнику на наиболее сложных и проблемных участках обороны. Значительная часть воинов-разведчиков приняла участие в выполнении интернационального долга в Абхазии и Северной Осетии, где также были проявлены образцы мужества и героизма. Северной Осетии, на основе Моангиси и Северной Осетии, где-то синий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ветераны войсковой разведки положили начало таким лучшим традициям наших вооруженных сил, как отвага и мужество, честь и достоинство, верность Родине и воинскому долгу. Елена Газаева, Зауру Стаева, информационный выпуск сегодня. Пятый открытый турнир по художественной гимнастике в Нальчике принес воспитанницам спортивного центра «Лимб» шесть медалей. По словам их тренера, это очень хороший, во многом предсказуемый результат. Юные спортсмейки ответственно подходят к выбранной нелегкой профессии. Несмотря на изнурительные тренировки, они не испытывают никакой усталости, стараясь принять участие во всех соревнованиях. Ведь они знают за ними спортивная честь Южной Осетии. Репортаж Ирины Битиевой. 6-7 ноября в городе Нальчик прошел пятый открытый турнир по художественной гимнастике «Горные ласточки», в котором принимали участие гимнастки из нашей республики. Воспитанницы спортивного центра «Лимб» впервые принимали участие в таком турнире. Все шесть спортсменок завоевали медали. И таким образом копилка югостинской команды снова пополнилась медалями. Недавно стали выезжать по художественной гимнастике на соревнования. Это наш третий выезд всего лишь. Мы были два раза во Владикавказе. И вот первый раз мы в Нальчик. О маленьких детей. Это 11-й, 8-й, 7-й год. Мы первый раз забрали вообще. Но все отметили высокую культуру движения наших детей. Их элегантность, их манеры, их манеру исполнения хорошую. Да, они отличались именно вот этим. И мне было это очень приятно. Наши дети привезли четыре золотые медали, что было неожиданно для меня самой тоже. И очень приятно. И серебро, и бронзу. Бронза тоже это как, в принципе, она очень высокого качества была, потому что девочка выступила очень хорошо. Потому что соперницы были очень сильные. Юго-Истинская команда гимнасток, представлявшая нашу республику, разновозрастная. Сама юная из них, шестилетняя Анастасия Хубулова, заняла первое место. Гимнастикой Анастасия занимается только год. Но у юной спортсменки уже есть свои спортивные достижения. Это называется равновесие. Вот так стопает. Еще вот такое равновесие есть. Захват, но я его не умею. Только так умею. Свою первую медаль Анастасия завоевала на международных соревнованиях, проходивших у нас в республике в спорткомплексе Олимп. А вторую, но золотую медаль она привезла с собой из Нальчика. Побороть страх ей помогли напутственные слова тренера. Не волнуйся. Вышла на сцену и делаешь хорошо. И ты сделала то, что тебя припала? Да. Некоторые девочки пришли в этот спорт с раннего детства. Но в этом виде спорта остаются не все. Так как гимнастика требует упорства и выдержки. Художественная гимнастика – это спорт для девочек. Именно здесь формируется красивая осанка, грация, эстетика. Но мало кто задумывается над тем, через что приходится пройти этим маленьким девочкам. Но именно здесь формируется дух к победе. Самое главное требование, которое предъявляют тренеры к своим воспитанникам – это трудолюбие и выносливость. Но то, что дети показывают хорошие результаты, несмотря на боль и усталость во время тренировок – это во многом заслуга самих спортсменок. От ребенка зависит. Если упражнение подготовить хорошо и делать все хорошо, наверное, и если тренер тоже какие-то напутственные, или как сказать, эти поставит, и уверенность будет в тренере. И значит, наверное, в ребенке тоже будет уверенность. Валерия Гульдаева, Вероника Цахилова, Анастасия Шавлохова – победительницы турнира. У них есть опыт выступления за пределами республики. После победы девочки стали увереннее. Соревнования позволили юным спортсменкам еще больше поверить в свои силы и стать намного увереннее. Нас подбодрили, сказали, чтобы не волновались. Это всего лишь один раз надо выступить, и все. Нам понравилось все. Тренировки по гимнастике ежедневные. С каждым выступлением уровень подготовки спортсменок растет. Их все чаще приглашают на соревнования и турниры. Гимнастка предстоит выступать в середине этого месяца в Санкт-Петербурге на соревнованиях по художественной гимнастике. Как говорят тренеры, все, что нужно для победы – это упорство и настрой, а этого им не занимать. Ирина Битева, Олимбе Теев, программа «Неделя». Смотрели воскресную информационную программу «Неделя». Желаю вам только хороших новостей и, что самое главное, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok